Всем привет! На связи Динара Смирецкая, бизнес-лидер компании Сайберин Вэнл. Сегодня меня занесло на набережную Пресненскую, в Москоу-Сити, вот так вот по своим делам домашним, семейным. Ну и решила тут немножечко погулять, отдохнуть от своей семьи немного и пообщаться с вами. Надеюсь, меня будет хорошо слышно, потому что микрофон, к сожалению, забыла взять. Тут ветерочек. Ох, зато погода шикарная. Так вот, о чем сегодня хотела поговорить? О выборе наставника, о том, какие ошибки люди совершают при выборе наставника. И для меня сейчас самое главное, самое актуальное – это выбор наставника по территории. Почему? Потому что только за последний месяц я получила несколько запросов. Динара, ой, увидел вас в интернете, на ютубе, какая вы классная, какая у вас команда, так хочется работать. Но мне было важно, чтобы мой наставник был в моем городе, поэтому я зарегистрировалась к наставнику в моем городе. И через некоторое время поняла, что он ничему не обучает, ничего не дает. В оффлайне я работать не хочу. Что мне делать? Ребят, ничего не делать. Перерегистрацию у нас в компании запрещены. Поэтому будьте внимательны при выборе наставника. Следующая ошибка. Когда человек говорит, ой, Динара, вот я у вас увидел, как классно, как клево, хочу к вам в команду. Ну вот я уже там полгода как работаю в другой структуре. Почему? Потому что лидера выбирал территориально. Мне казалось, что вот если лидер рядом, он будет мне лучше помогать, лучше меня вести, мы будем с ним встречаться, и вообще у меня рост пойдет бурный-бурный-бурный. Ребята, я не понимаю вообще, откуда у вас вот эти установки в голове. А. Наставника можно и нужно выбирать по территории, если вы собираетесь работать оффлайн. То есть если вы за оффлайн, если вы не собираетесь выходить в интернет, если вам нравится встречаться, проводить какие-то встречи в магазине, работать на промо-стойке, возможно, вы хотите вместе с наставником и другими своими партнерами объединиться, снять какое-то помещение, работать в офисе. Пожалуйста, пожалуйста, да, я согласна, что нужно выбирать наставника именно по территории. Желательно в своем городе, чтобы как-то вот объединяться и вместе работать. Но если вы не хотите работать оффлайн, ребят, зачем вам наставник в вашем городе? Вы выбираете наставника по тем методам работы, которые он вам может предложить. То есть вы должны смотреть, о чему тот или иной наставник вас может научить и ваших людей, какая у него система обучения, на что он делает акцент, через какие методы, через какие соцсети он двигается. С любым наставником вы можете встретиться. На самом деле, по секрету вам скажу, у меня есть люди, которые также живут в Москве, как и я. Вы думаете, я хоть раз с ними встретилась за два года работы? Ни разу. У меня есть девчонки, с которыми мы в первый раз увидимся на мероприятии в Измайлово, который у нас будет проходить 1-2 октября. Куда я вас приглашаю, если вы еще не в моей команде. Регистрируйтесь и тоже сможете попасть на это супер-мега обучение и движуху. Кстати, ролик с прошлой движухи сюда прикрепила, вот сюда наверх. Перейдите, посмотрите. Очень классно нам было в феврале 2022 года, когда мы тоже посещали вот такое классное активное мероприятие с обучением и с тусовкой. То есть оффлайн-мероприятия я люблю, они очень важны, они объединяют. Но на постоянной основе встречаться с лидером, вот мне, например, не нужно. И я такой человек, я семейная девушка, у меня трое детей, у меня свои заботы, холопоты. Я не буду ни с кем встречаться постоянно. Мне это не нужно. Я считаю, что это бесполезно и даже где-то тормозит твою работу. Потому что если тратить время на вот эти вот встречи, на эти чаепития, а когда же тогда ты будешь уделять время своему росту, развитию и ведению команды? Расскажу свою историю. Когда я работала несколько лет назад в одной известной косметической компании, да, все мои вышестоящие лидеры-наставники также работали в Москве. И вот мы с ними один раз в неделю встречались в офисе, пили чаек, задушевно общались, болтали, делились какими-то мнениями, впечатлениями. Но к результату все эти беседы и встречи меня не приводили. То есть наставники все равно не делились какими-то методами работы. Они меня ничему не учили. Да, они были милые, прекрасные женщины, дай бог им здоровья, они сейчас там работают. Но в сущности ничего нового я на этих встречах не узнавала. Это было впустую потраченное, потерянное время, которое я могла бы провести с семьей. Я знаю, что очень многие лидеры в офлайн так говорят своим новичкам и партнерам, что самое главное, что мы вместе, самое главное, что мы рядом. А там все методы работы, которые тебе нужны, да найди в интернете, господи. Да покопайте вон там на ютюбе. Да господи, что ты не найдешь, что ли? Но самое главное, что мы рядом и можем поддержать друг друга. Нет, друзья, ну опять же, я всегда могу поддержать своих людей и удаленно. Еще раз, вы всегда можете мне позвонить, пообщаться в переписке, в голосовушках, по телефону. Да ради бога. Если моему человеку нужна какая-то особенная обратная связь и общение, я всегда готова выделить на это время. Еще такой момент бывает, что люди выбирают себе наставника в своем городе, потому что испытывают нехватку какого-то общения, какой-то дружеской руки. То есть у людей, у которых мало друзей, мало знакомых, девушки, которые засиделись в семье, в декрете. Да, им хочется поскорее вот из этого дня сурка выбраться. И, конечно же, они себе вот стараются найти наставника в городе, чтобы начать с ним встречаться, общаться, пить чаек, кофеек. Но еще раз повторюсь, к результату это не приводит. Если вам нужна подружка, с которой хотелось бы попить чайку, кофейку, вот так вот встречаться, общаться, да, выбирайте наставника оффлайн в своем городе. Если вы готовы работать исключительно оффлайн методами, если вам онлайн не нужен, также спокойно выбирайте наставника в своем городе. Если вы хотите работать, к примеру, на промо-стойках, в магазинах, снимать вместе офис, ради бога, тут неважно, какого наставника вы, в принципе, себе выберете. И да, даже, наверное, лучше, чтобы быть с наставником в одном городе в этом случае. Но если вы хотите работать с современными онлайн методами, к примеру, как работает моя команда, ребята, очень осторожно, очень внимательно выбирайте наставника. Не важно, где он будет жить, да даже если в другой стране, все равно. Вы прекрасно найдете общий язык. Сейчас способов связи вот. Выбирайте наставника, исходя из вопроса, а что он вам даст для работы, для развития, для заработка, что он может дать вашей команде, вашим людям, для того, чтобы они росли, для того, чтобы они развивались. И если на все эти вопросы вы находите положительный ответ, выбирая наставника, значит, ваш выбор верный, значит, вы определились правильно. И еще раз, не важно, где находится ваш наставник, в вашем городе, в другом городе, в другой стране, главное, чтобы ваши люди и вы зарабатывали, чтобы вы росли, развивались в данной сетевой компании и получали прекрасный результат. Лучше в денежном эквиваленте. А если ты ищешь себе наставника, если ты не можешь определиться, пиши мне скорее, все мои ссылки указаны под этим видео, пообщаемся, я расскажу, какая система обучения в моей команде, я расскажу, что я даю моим людям, как они развиваются и что получают. И ты уже примешь решение, быть тебе в моей команде или нет. Субтитры сделал DimaTorzok